Евангелие Иоанна, глава 4, стихи 23-24 Приношениях, облеченных формат десятин, объявленных Писанием Святыней Бога и Его собственностью, я хотел бы напомнить для нас шесть основных составляющих, от которых будет зависеть качество нашего поклонения в качестве наших приношений в Духе и Истине. Во-первых, это отношение к своей работе. Во-вторых, это отношение к худым сообществам. В-третьих, это отношение к своим обетам. В-четвертых, это отношение к тайной комнате. В-пятых, это отношение к благодарению. И в-шестых, это отношение к вратолюбию. Без этих шести определений наше приношение или же поклонение Богу в десятинах и приношениях будет нарушено. Отношение к работе обосновывается таким местом Писания. «И все, что делаете, делаете от души, как для Господа, а не для человеков, зная, что воздаяние от Господа, получите наследие, ибо вы служите Господу и Христу» – Колоссянам 3, 23-24. Если мы действительно желаем поклоняться Богу, то нам всегда следует иметь в виду, что Бог – работник, который не благоволит к игрокам, лентяям, паразитам и тунеядцам. «Ибо когда мы были у вас, пишет апостол Павел, то завещевали вам сие, если кто не хочет трудиться, тот и не ешь» – 2 Фессалоникийцам 3, 10. «И взял Господь Бог человека и поселил его в саду Едемском, чтобы возделывать его и хранить его бытие» – 2, 15. Видите, сразу при сотворении человека к чему Бог его призвал? К работе. Бог – работник, что-то творит. Поэтому люди хотят жить за чужой счет. Это люди никогда не смогут не войти в Царство Небесное, они потеряют свое спасение. Мы должны обязательно делать что-то во благо для себя, для семьи, для окружающих. Я не говорю о людях, которые вошли в почтенный возраст и получают пенсию, но даже и те, которые способны работать, они постоянно что-то делают. А теперь отношение к худым сообществам, от которого также зависит наше приношение. «Не обманывайтесь, худые сообщества разращают добрые нравы» – 1 Коринфянам 15, 33. Я знал одного пастора, был на этом служении Джон Килл Патрик, бывший пастор церкви в Пенсаколе, в котором произошло пробуждение. Писал, что когда началось пробуждение, Бог очень ясно ему сказал, «Будь весьма осмотрителен и избирателен, с кем ты вступаешь в общение, и кого ты поддерживаешь, иначе я могу тебя потерять». И Бог потерял его, хотя, по всей вероятности, он этого уже так и никогда не увидит. Потому что люди, которых он поддерживает сегодня, никоим образом не вписываются в образ сынов света. Отношение к худым сообществам выражается в симпатиях, в участии и в поддержке сомнительных людей и сомнительных служений. И изрек тогда Елизер, сын Додавы из Мореши, пророчество на Иосафата, благочестивого царя, говоря, «Так как ты вступил в общение с Ахозией, то есть с царем израильским, то ты разрушил, то разрушил Господь дело твое, и разбились корабли, и не могли идти фарсис». 2 Паралипоминон 20, 37. Теперь отношение к тайной комнате. «Чтобы милость-то не твоя была в тайне, и Отец твой, видящий тайное, воздаст тебе явно» Матфея 6, 4. Интересно, что фраза «чтобы милость-то не твоя была в тайне» означает как определение самого добра, так и побуждение к добру, которое ему призваны творить, должно исходить из откровений Святого Духа, а не из нашей плоти. Главная суть составляющей тайной комнаты – это святилище, устроенное человеком в его сердце, «а таким святилищем обладают немногие в лице избранного Богом остатка». То есть некоторые думают, что тайна – это значит не говорить никому ничего. Мой тесть спрашивал свою жену, мою тещу, «Сколько ты положила?» Потому что она получала отдельно зарплату, он отдельно. Она ему всегда говорила, «Правая рука не знает, что делает левая». Он тогда ее спрашивал, «Шура, я какая у тебя рука?» Она махала на нее рукой, не обращала внимания. Он все время мне об этом жаловался, что вот не пойму, какая я у нее рука. Но, тем не менее, я не думаю, что она делала какой-то грех, хотя, в общем-то, муж и жена – это нечто целое, и, разумеется, их десятина должна не отдельно быть друг от друга, а они должны вместе ее приносить Господу вот от себя. Хорошо, отношение к своим обетам, которое влияет на качество наших десятин. «Если дашь обет Господу Богу твоему, немедленно исполни его, ибо Господь Бог твой взыщет его с тебя, и на тебе будет грех. Что вышло из уст твоих, соблюдай и исполняй так, как обещал ты Господу Богу твоему. Добровольное приношение, о котором сказал ты устами своими». Второзаконие 23, 21, 22. Обратите внимание, здесь имеется в виду обет – это добровольное приношение, которое ты обещал приносить Богу. Некоторые люди думают, что это обет – это что-то такое. Либо не жениться обет дал, либо, как у нас один брат встал, говорит, я хочу засвидетельствовать. Я дал обет Богу не пить пепсиколу. А что от того Богу будет? Ведь здесь обет, который ты даешь, он должен быть пищей Бога. Бог пепсиколу не пьет. Но вот доброе приношение, облеченный формат десятин – это его святыня. Каким-то образом, непонятным для нас – это его пища. Вот это он принимает. А что ты пепсиколу не будешь пить? Или то, что жениться ты не будешь, или замуж не будешь выходить? Это абсолютно твоя. Мы не видим, если кто-то даст обет не жениться, допустим, или не выходить замуж, девица даст обет. Но отец может нарушить ее обет, и она невиновна в том, что выйдет замуж, написано. Если жена дала обет какой-то, муж может нарушить ее обет, сказать, а я не согласен, и она не виновата будет, если она не будет исполнять этого обета. Потому что обеты – это обещание выполнить свое призвание, выраженное в понятных для нас повелениях, которые мы призваны соблюдать и охранять от вторжения какой-либо скверны. Обет на иврите означает обещание рождать и произращать, имеется в виду плод духа, а не нечто другое. Обещание приносить плод, быть ходатаем, молитва о помощи, чтобы исполнить свое призвание, отдать обещанное за оказанную помощь. Вот как об этом говорил Давид в Солом 66. «Ты, Боже, услышал обеты мои и дал мне наследие боящихся имени Твоего». Тот обет, который вы когда-то дали в крещении водою, и когда вы исполняете его, имеется в виду, вы исполняете заповеди Господни. Вот это должно быть обетом. И тогда Бог даст нам наследие, которое Он приготовил для боящихся Его. Отношение к благодарению и все, что вы делаете, словом или делом, все делайте во имя Господа Иисуса Христа, благодаря через Него Бога Отца. Клосянам 3, 17. Отношение к братолюбию. Братолюбие между вами, да, пребывает. Евреям 13, 1, и таких мест очень много. Человек, находящийся в любви Божией, никогда не пойдет на компромисс с истиной. Следует уяснить для себя, что невозможно жить в любви Божией так, чтобы все вас понимали, потому что истинная любовь – это постоянная конфронтация с тьмою. Степень любви Агапи к ближним всегда равна степени ненависти к нечестивым и беззаконию, которые пребывают вместе с нами в одном и том же общении. И приходит время, когда Бог начинает собирать эти плевелы и удалять их с церкви. И, разумеется, это не безболезненно происходит. Происходят бунты, непонятные разделения, которые отзываются болью в церкви. Но потом после этого Бог восстанавливает церковь, а вышедшие создают синагоги сатаны или связки, в которые их связывает Бог. Он собрал эти плевелы и сказал, свяжите их в связке, приготовьте их для сожжения, а пшеницу соберите в мою житницу. Итак, доколе есть время, будем делать добро всем, а наипаче, то есть в первую очередь своим поверь, Галатам 6.10. То есть вот когда вы увидите, что в церкви все обеспечены, только тогда вы можете позволить себе куда-то делать в какие-то сообщества, бедные дома престарелых, там еще что-то такое, на то, чтобы рак как-то устранить. Очень многие церкви участвуют во многих таких программах, и это преступление. Для этого есть государство, вы платите налоги, и пусть оно из этих налогов делает все эти вещи, а вы призваны благотворить друг другу, что между вами нет людей, живущих, бедно. И если у вас есть избыток, посмотрите и увидите этих людей, спросите, и тогда благотворите, если у вас есть желание благотворить именно им, и наипаче своим поверье, наипаче в том служении, в котором вы находитесь. Когда ко мне обращаются люди, говорят, вот там, из других общин, помогите, значит, я говорю, а что? Он не в церкви находится? Если он не в церкви, я не собираюсь помогать. А если в церкви, почему его церковь не помогает ему? Почему вы начинаете обращаться в другую церковь? Мы же никогда не обращаемся к другим церквам, если что-то у нас происходит. У нас даже на домашних служениях, если что-то у кого-то есть, домашняя ячейка тут же собирает между собою и ко мне даже не приходит. Раз-раз собрали и помогали брату или сестре. То есть вот здесь говорится о таком братолюбии. Братолюбие – это такие отношения со святыми, в которых мы не имеем права отдавать друг другу в рост никакого вида долга. То есть нельзя отдавать друг другу в долг. Я тебе дал, хочешь тысячу занять, но ты потом возвратишь мне тысячи сто. что у нас были такие люди, которые занимались таким преступлением. И я говорил этой сестре, ты не должна это делать. То есть у нее собирается определенная сумма денег, она получает пенсию, которую совершенно не употребляет на себя, ей достаточно стемпов, и у нее за год может набраться до 9-10 тысяч. Она однажды пришла и говорит, что мне делать, потому что она вдруг поняла, что государству надо давать отчет, а если они будут у нее находиться, она не скажет об этом, то это будет грех. А если она скажет, ей перестанут платить пенсию, скажет, вот когда ты эти 10 тысяч зарасходуешь, тогда мы тебе снова, потому что это пенсия, которую она не заработала. Тогда она пришла ко мне, что мне делать? Можно я это в церковь положу, но с тем, чтобы потом возвратить? Я говорю, мы будем использовать эти деньги. И когда ты захочешь возвратить, ты должна мне за 3 месяца предупредить. Обычно такие деньги, которые мне давали, я отдавал в долг людям, которые нуждались, в чем-то им надо было занять. И я вот отсюда, вот с этих денег, я отдавал людям, чтобы они могли. Конечно, я понимал, а вдруг эти люди не отдадут? Тогда мне придется отдавать. Не отдавай в рост брату твоему ни серебра, ни хлеба, ничего либо другого, что можно отдавать в рост. Иноземцу отдавай в рост, а брату твоему не отдавай в рост, чтобы Господь Бог твой благословил тебя во всем, что делается руками твоими, на земле, в которую ты идешь, чтобы овладеть ею. Второзаконие 23, 19, 20. Мы идем в землю, мы идем на овладение нашим телом. Если мы хотим овладеть нашим телом, мы не должны иноземцу отдавать просто так деньги. Если у нас есть возможность, и вы твердо уверены, что вам отдаст, пишите расписку, пусть он напишет расписку, что вы даете ему тысячу, а он вам возвратит через полгода или три месяца, как вы договоритесь, тысячу сто. Только вот таким образом вы должны отдавать иноземцу, а брату своему без всякого роста. Хорошо. Я привел шесть составляющих, от которых будет зависеть качество нашего поклонения, когда мы будем чтить Господа десятинами и приношениями, то есть обликая наши добровольные приношения в формат десятины. Поэтому мы сейчас встанем и будем поклоняться Господу для того, чтобы Он мог соделать с нами милость и дать пищу для нас. «Принесите все десятины в дом хранилища, чтобы в доме моем была пища. И хотя в этом испытайте меня, говорит Господь, не открою ли я для вас отверстий небесных и не дождю ли на вас благословение до избытка, чтобы в доме моем была пища». Речь идет о пище, которой будет пищей Господа. И когда мы даем эту пищу Богу, Он всегда дает в ответ свою пищу, свою благодарность. И тогда мы через последующую проповедь каждый для себя нечто получаем. Я попрошу всех встать и мы будем поклоняться Господу, служить Ему и чтить Его десятинами и приношениями и петь песню «Обетование» всегда пребудут. Кровь Иисуса их подтверждает. Я напомню, всякий раз, когда Израиль чтил Бога десятинами и приношениями, то ли в Скинии Моисеевой, то ли в храме Соломоновом, он обязан был по предписанию Моисея, которые тот получил по откровению от Господа, возлагать свои руки на приношения свои пред Господом и исповедать одно чудное исповедание, которому они были верны тысячелетиями. Мы с вами, будучи тем же Израилем, привитые к тому же корню, питаясь соком той же маслины, сделаем то же самое. Протяните вашу правую руку, символ правовой деятельности на ваши приношения, и молитесь вместе со мной. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я отделил десятины от дома моего и принес в Твой дом, чтобы в доме Твоем была пища. Я не отдаю в нечистоте, я не отдаю в печали, я не отдаю для мертвого. Я радуюсь, что имею привилегию выражать мою любовь и признавать Твою власть. И ныне, согласно Твоего Слова, я молю Тебя, прямо сейчас, да откроются Твои небесные окна, и да придет благословение Твое до избытка на Твой искупленный народ. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аминь. Да благословит вас Господь, можете садиться.